Жаташ просто, вообще все на расклад, всех обнимают, всех целуют, цветы дарят, вообще просто что-то с чем-то. Здравствуйте, вы выбирали секунданта, почему вы выбрали узбеков? И немножко расскажите, повернитесь вон там камера у нас, чуть-чуть расскажем. Почему мы выбрали? Потому что они друзья мои, я выбрал, лично сам я выбрал. Потому что у Айбека поначалу не было аккредитации, а потом уже в финале он сделал. А так моя инициатива, вы же знаете же. Расскажите, сборов очень много было, я так понимаю, что вот это и помогло занять второе место империады. Да, да. То есть вот этот именно опыт с международными спортсменами других стран, он обычно и дает толчок? Конечно. В том году Франции были, как раз посмотрели, что как. Узбекистане были, Испания, Италия были, Казахстане были, международные сборы. Они вот дали свои плоды. С какими трудностями, вот кроме того, что не было секунданта на Олимпиаде, еще сталкивались, что вот чего-то не хватало, может быть? Все хватало. Мунар был очень подготовлен к этому бою. Мы к этому шли. Когда мы даже первый день приехали, мы знали, что мы в финал выйдем. Каждый день в мечеть ходили, просили. Спасибо, Иврахмад. Спасибо. Опа, смотрите, кто-то обнимается. Видео, да, где вы там, одинокий волк. Вы там в такой грустной стоите или вы просто молитесь о чем думали вы в тот момент? Расскажите. Все хорошо. Какие у вас амбиции теперь вы увидели? Вот этот высочайший уровень Олимпиады. Серебро взяли. Куда стремитесь? Какие планы? Что впереди первое? Что вы сделаете? Вот сейчас вас все отпустят, вот эти СМИ, награждения. Что будете делать? Спасибо. Спасибо. Поздравляю! Хочется, чтобы объяснили. Мало кто понимает, что дзюдо – это сложнее, чем даже спортивная борьба, да, виды, и вообще в целом любой вид борьбы. Правильно, правильно, Маша. Вы правильно заметили. Вот смотрите, даже вот не хочу никого обидеть. Вот дзюдо, чтобы попасть в полуфинал или даже учешаться, надо как минимум четыре схватки выиграть. А вот взять, допустим, другие виды спорта, проигрывать. Если кому-то проиграл, попадает в полуфинал, ты же в следующий борешься за медаль. Ну, у нас такого не бывает. Поэтому, к сожалению, вот прошло, ну, немного такого неудовлетворенности. Потому что мы все сделали для того, чтобы подготовиться хорошо. Но ребята чуть-чуть-чуть недооценили масштаб, уровень Олимпиады. Вот, из-за того, что опыта нет, все равно мало-мало. Сейчас вот мы просмотрели, каждый день я вот до четырех утра смотрел передачи прямые. И, вы знаете, такой неудовлетворенность. Я знал, что ребята могли бы лучше, выше, но они не оценили-то. И вот сейчас локти кусают. Он говорит, как мы... Я говорю, эй, я сколько вам говорил, четыре года, раз бывает, это как бы итоговый результат. А вы, да, вы так пренебрегли. Ну, что делать? Ребята, если так взять, период последний год, вы же знаете, да, очень хороший результат показали. Ну, а люди же, смысленно ошибаться. Надеюсь, что они молодые. В Лос-Анджелесе они будут супер готовы. Я в этом более чем уверена. Успехов, удачи. Класс. Спасибо большое. По дороге объясните, ладно? Расскажите, пожалуйста, почему вы своим здоровьем сжертвуете своим здоровьем и вот Олимпиаду... Да? Все, ладно, ладно. Травма, да, у вас оказывается какая-то была. Что-то расскажите чуть о выступлениях, такие итоги немножко подведите. Как себя чувствуете? Как вам вообще уровень такой высочайший у Олимпийских игр? Как вы сейчас там побывали на ковре Олимпийском, поборолись? Прошу прощения. Теперь какие амбиции у вас? Теперь поняли, что вы можете, куда стремитесь теперь? Я не знаю, что вы можете, куда стремитесь, куда стремитесь. Я не знаю, что вы можете, куда стремитесь. Видно было, что вы... Намного меньше, чем они. Да, да, да. И в целом как-то, наверное, вы хотели лучший результат, будто бы, да, было видно вот по лицу в конце, что вы на табло смотрели и такая, типа, блин... Нет, на самом деле нет. Это очень крутой результат, который я показала. На 8 десятых улучшить время от того, что у меня было полгода назад. Это очень круто. От самой Олимпиады, от этого парада, конечно, эмоции зашкаливали на тот момент, потому что это первый раз в жизни Олимпиада у меня. И, ну да, было очень круто, очень завораживающе. Насчет соперниц, конечно, они там все выше меня, шире меня, но меня это вообще не напрягало как бы. Хорошо. Больше... Чем больше шкаф, тем громче он падает, как говорится. Сейчас уже вот осмыслили, да, вот свое выступление и какие сейчас амбиции после вот такого выступления? Понимаю, что полуфинал, финал вообще реально. И, оказывается, могу намного больше, чем думаю о себе. Поэтому рекорд страны это еще не предел. Хорошо. Какую вот поддержку получили от кыргызстанцев? Вижу, все поддерживают, каждого спортсмена, вот вы лично. Да, была очень хорошая поддержка, очень приятно было читать комментарии и вообще все вот эти посты, которые выкладывали насчет спортсменов наших. Насчет себя могу сказать, что мне было очень приятно, это повлияло сильно на мой результат. То, что вся страна как будто была вместе со мной этот заплыв, на самом деле. Класс. Под их крики, под их аплодисменты все это происходило. Класс, я вам желаю успехов, удачи. Узур, Узур, поздравления мои, пару слов, ваши впечатления, какие планы. Ждем вас на Олимпиаду в ЛА. Папа добро, давай разговаривай с ним. Всем салам алейкум, всем моим землякам, всем моим болельщикам. Всем огромное спасибо за такую поддержку. Я очень благодарен своему народу. Конечно, будем бороться же, это наша работа. И в ближайшие чуть-чуть подумаем, отдохнем и будем готовиться к следующим стартам. Класс, я желаю успехов, удачи. Все, спасибо. Как вам вообще быть медалистом Олимпийских игр? Ощущения ваши? Или вы думали, что сможете больше, вот как-то чуть-чуть поделитесь? Имеем то, что имеем. Значит, так было осуждено. Ольхамдов, при любой ситуации. Благодарен. Все, что, Драхман? Я не знаю, вы там уже подкасты раздаете. Давайте, давайте. Конечно. Вот он, вот он. Самый краш, да? Нет. Нет, на самом деле давайте по-серьезному поговорим. С ним невозможно. Он всегда улыбает, классный. Немножечко уже отдохнули, в себя пришли. Ну, типа того, да. Типа того? Еще сколько будете в Бишкеке? До 22-го. До 22-го. Все, потом штаты, учеба, там новый семестр, да, получается? Да. Хорошо. Расскажите, какие амбиции после вот этой Олимпиады? Теперь уже понятно, что не всегда будут хорошие условия. И вот как-то... Это всегда было понятно. Поэтому я, в принципе, был к этому готов. Поэтому я не жалуюсь. Хорошо. Давайте о том, что... Я не жалуюсь, я констатировал факт про условия. Да, да, да. Я вижу, что есть какие-то по ходу комментарии, где говорят, да, вы их читаете. Люди, он не жалуется и не оправдывается, а констатирует факты. Это совсем другое. Вот. Спасибо, Мария. И расскажите именно о планах сейчас. Какие будут впереди турниры? Какие амбиции теперь на чемпионат мира, допустим, на чемпионат Азии? Это все понятно, да? Ну вот как бы и в ЛА ждем вас тоже, да? Да, да, да. До ЛА еще 4 года, поэтому пока рано загадывать. Вот. А ближайшие... Ну, не знаю, там университетские всякие соревнования. Ну и чемпионат мира будет в декабре в Будапеште, в Евгии. Вот, пока туда готовимся. Хорошо. На вас, я уверена, что равняются очень многие мальчишки, девчонки Кыргызстана. Что вы им можете сказать? У вас были разные моменты, я знаю, испытания всякие разные. Вот что бы вы сказали, какие-то напутственные слова, что необходимо на этом пути спортсмена профессионального? Не знаю, ну, во-первых, это, конечно, любить свое дело, любить то, что ты делаешь. И искать, пытаться искать не то что мотивацию, а цели. Если у тебя есть цель, у тебя по-любому будет мотивация. Поэтому, ну, звучит банально, но это очень сильно работает. Класс. Спасибо большое. Спасибо вам. Всегда приятно. Какие амбиции теперь? Ждем вас в Лос-Анджелесе 2028? Обязательно. Обязательно. В Лос-Анджелесе покажем себя по полной. Вот, я впервые участвую на Олимпийских играх. Чуть-то было волнение, когда я отсюда уезжал из Кыргызстана, потому что у нас была чуть-то такая ответственность. Все поддерживают, мы не должны проиграть. Побыв там, я вот почувствовал, что Олимпиада такая вещь, что всех можно выиграть, и все можно проиграть, да? И мне кажется, у нас сейчас пока что в Кыргызстане нету золотой медали, но мне кажется, в 2028 году она будет обязательно, потому что на Олимпийских играх можно его выиграть. Завоевать можно. Завоевать можно. Это круто. Спасибо большое вам. Удачи, успехов. Пару слов нашим болельщикам в Кыргызстану. Нашим болельщикам хочу сказать спасибо большое. У нас в стране спорт очень сильно любят и поддерживают, и это нас сильно вдохновляет. Хорошо, амбиции на следующие соревнования Олимпиаду. Едем за золотом? Конечно. Спрашивайте. Расскажите, как пережили вот эту ночь перед бронзовой схваткой? Вы гоняли вес, плакали вместе с вами, всей страной просто переживали. Собрались, да? Вы вот расскажите немножко про эту ночь и вообще в целом про Олимпиаду. Тяжело было. Всю ночь вес гоняли. Сейчас вот смотрите, у вас за этот год очень было много турниров. Не стали ли они, некоторые турниры, может быть, лишние? То есть вы в целом, если весогонку делали, где-то 60 килограмм ваш вес, да, примерно? Можете Крыгыча, если вам удобно. Вопрос еще раз. Было очень много турниров, где вы участвовали за весь год. Не стал ли какой-то турнир лишним, вот, может быть, чуть-чуть истощение организма какое-то? Хорошо, какие цели, амбиции за золотом едем в Америку? Так, ну ребята с дороги, видно, уставшие, не все хотят давать интервью, по эмоциям тоже не у всех, да? Ну посмотрим, сейчас будет награждение, честствование спортсменов на площади. Надеюсь, там настроение изменится, поднимется и еще у кого-нибудь возьму интервью. Ирлан, уже адаптировались, акклиматизировались, сделали какие-то выводы. Давайте подытожим выступление. Просто ярчайшие впечатления, эмоции вы подарили нам всем, что у вас внутри. Да, у меня много чего внутри. Сделал определенные выводы, конечно же. Посчитаем, что это была такая разведка, да, на эту Олимпиаду. Ну, мы к этой Олимпиаде очень долго готовились, очень ответственно. Все прошло на высшем уровне, но не реализовали свои, какие, планы, так сказать. Ну, дай бог, в следующей Олимпиаде более грамотней и с таким уже небольшим опытом, багажом уже подойдем более профессионально, мне кажется. Ну да, не побывав, не увидеть, как бы на ощупь, да, грубо говоря, вы там идете на эти все схватки, соревнования. Понятно, что можно разобрать соперников и так далее, но это не практика, теория всегда легко, да, как говорится. И вот сейчас уже там, побывав на татаме Олимпийском, поборясь, какие у вас амбиции? Ну, мы рассчитывали, если честно, как минимум на бронзу, да, на медаль. Но, блин, жалко, что не получилось реализовать свои эти планы, цели. Сейчас, сейчас уже это все, это позади, ну, Всевышний так решил, так ему виднее, да? В любом нашем положении, я сделал, считаю, что все, что мог на этом цикле, я не скажу то, что этот цикл прошел неплодотворно, этот цикл мы отвоевали очень хорошо, наша цель была быть в топах, как минимум в топ-5 на Олимпиаде. И я занимал четвертую строчку к Олимпиаде, эту цель я выполнил до этого на чемпионате мира, до этого на азиатских играх. Мне кажется, нужно в любом положении говорить, аль-хамдули-ля, слава Богу, Всевышний дает нам. Планы, цели теперь, вот сейчас уже в топ-5, теперь какие амбиции? Ну, вырываться в лидеры уже, первую занимать строчку в мировом рейтинге, в Олимпийском, и, иншалла, к следующей Олимпиаде уже быть настолько готовым, профессионально, тактично, в любых планах, так сказать. И, конечно же, молиться, просить Всевышнего. Знаю, что вы на Олимпийские игры прибыли, там, чуть ли не 25 августа, да, заранее. Вот, расскажите, какие моменты, там, вот, чуть-чуть изнутри, за кулиси расскажите, потому что, ну, с травмами некоторые спортсмены. Да, ну, работы было много, началась с 26-го, после открытия, вот, болели спортсмены, один из них очень серьезно, кстати, он стал пятым, мы его на ноги поставили, строй поставили, вот, таких очень других заболеваний не было. Ну, работы было много, по восстановительным мероприятиям спортсмены очень много соревновались, у них большие перерывы были, вот, если ему Нарбека взять, он боксировал в течение, там, 15-12 дней, что ли, и вот так вот, каждый бой, через каждые 2-3 дня, 2-3 дня, и он тренировался, и вес держал, и мы ему помогали, врачи, в общем, очень много было работы в этот раз, очень много, ну, и медали много. Ну, а вот то, что у вас четверо в этот раз, состав увеличился. Да, вот это очень хорошо, да, это было очень хорошо, потому что, вот, доктора, вторая бригада 5-го числа приехали, как раз, когда наши борцы начали выступать, вот, с остальными, с первыми я-то сама справлялась, а когда уже, вот, борьба вся подъехала, тогда работа в два раза увеличилась, и вторая бригада прям вот так кстати была. В следующий раз, вообще, руководство решило, что, конечно, нужно 2 врача, 2 массажиста, это как минимум, просто как минимум, вот, потому что работы много, и один врач практически не успевает. Давайте как-то, я не знаю, к врачам Кыргызстана обратимся, нам нужны спортивные психологи, я так думаю, диетологи спортивные, как вот вы считаете ваше мнение? Ну, конечно же, чем больше специалистов, тем легче, вот, просто эти доктора должны, вот эти специалисты должны работать же, ну, не перед Олимпиадой, они должны свою работу начинать раньше, в течение пяти, они должны узнать спортсмена, правильно, перед Олимпиадой, вот, последний год, тут уже не надо ничего, потому что уже никто ничего не меняет перед Олимпийскими играми. Конечно, психолог, он должен всех знать, он должен годами работать и как-то помогать, вот, то же самое диетолог. Поэтому, когда говорят, что последний год надо что-то, последний год уже ничего не надо, надо работать в течение пяти лет, пяти лет, узнавать, это, конечно, конечно. Вот, уже вчера вот закончилось, сегодня заново начинаем? Да, да, согласна. Блин, спасибо, я бы, большие молодцы, в вашем лице всех обнимаю врачей, все классно. Заново, пожалуйста, что Миришка не хочет говорить, я с вами вот так чуть-чуть присяду, давайте. Такое решение приняли, операцию отложили, здоровье поставили на второй план, да? Да, пережила Миришка, и перед соревнованием ребро сильно травмировалось. А, еще и было ребро травмировано. Да, еще никто не узнал, что травмировано. Вообще по ней не видно, не скажешь, какая железная леди, а, у нас Миришка, да? Да, какие вообще вот сейчас анализ провели, какие амбиции после такого выступления шикарного, потихонечку, да, все выше, бронза, серебро, какие, куда теперь стремитесь? Пока ни о чем не разговаривали, начали тренироваться. Так, хорошо, и знаете, вот такой момент, а спарринг-партнеров хватает, Мирим, у нас в Кыргызстане, или как вот вы эти моменты разрешаете, может быть, в другие страны ездите, с кем-то спаррингуете, расскажите? Нет, в нашем зале. Есть, да? Здесь много, хватает. Хорошо. Не знаю, такая поддержка сильная очень, давайте от вас тоже с кыргызстанцем какие-то слова. Почувствовали вот эту поддержку? Что, вроде планку перешагнули, думаем теперь этот, ноги как духа набрали, или вообще планку повыше начнем ставить теперь. Теперь в следующей олимпиаде должно, по-моему, золото быть. Дай бог, это очевидно, очевидно. Еще есть что-нибудь сказать вам? Хочется? Всем добра, удачи. Больше не могу. Все, че, нарахмат агай. А, пойдемте. Ну что, давайте подытожим, вот это дело, это не селфи. Расскажите, классно, мы в тройке, из скольки почти 30 стран, олимпийских игр. Как тренер, как тренер, выполнили задачи, где что-то, может быть, пошло не так. Давайте остановимся, напишите. Какие вот моменты, прокомментируйте, вот, итоги. Здравствуйте, вот приехали только что. Всем спасибо большое за поздравление. Ну, все было хорошо, хотели еще лучше, так получилось. Че, есть такой результат на следующий день. А вот нету такого, что было вот очень много соревнований у ребят на протяжении года, и это же постоянная весогонка. Ну, они вот приехали в лучшей своей форме, или, ну вот, у вас же тоже опыт, вас никто этому как бы не учит, вы тоже как тренеры набираетесь опыта. Может быть, где-то есть, что, ну, чуть-чуть что-то не учли, вот, сами, как себя, лучший критик, это вы сам, да, тогда себя критик? Нет. У нас все было по плану, так же готовились, ничего не меняли. Ребята были хорошие парни. Хорошо. Теперь какие у вас амбиции, какие цели? Сейчас вот, сейчас приедете домой, вот, сейчас вы лично, как вот Азат Иркенбаев, первым делом что сделаете? Сейчас первым делом домой поеду отдыхать. Бешпармак покушаете, да? Дома, семья. Класс, потому что давно не видели, все время с пацанами, все время на сборах. Да, не говорите. Все, Чонарахмат вам. Спасибо. Вообще большой. Первый кыргызстанец, который был на помосте в качестве награждающего, да, вот, какие-то моменты. Нет, я могу сказать, что это самый большой успех за все образование Федерации бокса на территории современной Кыргызской Республики. И это результат такого преданного беззаветной работы тренеров, боксеров, судей, всех любителей кыргызского спорта. Естественно, организационные все эти вопросы всегда решала Федерация бокса кыргызского спорта. А вот момент, я если что не вырежу, вот просто мне расскажите, секундантам, вот я вижу, что все другие, есть старший, главный тренер, есть второй человек обязательно. Почему? Из-за того, что у нас один боксер или в чем причина? Объясните. Да, 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 это здесь аккредитационный комитет, организация Парижской Олимпиады, это обязательно, там есть нормы. Если один спортсмен, один боксер, да, естественно, будет один тренер. Если даже было бы у нас два лицензионных боксера, все равно было бы один тренер. Если три участника соревнований боксера, то тогда могли бы только дать аккредитацию двум тренерам. А, вот так, то есть вот такие нормы у самих организаторов, у международного олимпиады. Конечно. Все, мы разрешили этот момент наконец-то. Аккредитационный отдел при оргкомитете, они, этот аккредитационный отдел, она работала только до начала апреля месяца. Потом они закрылись, и все. И все, уже аккредитацию дальше получили. А мы лицензию получили в июне месяце. Все, спасибо большое. Я поздравляю вас еще раз. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо братским, соседских странам, Казахстану, Узбекистану, Таджикистану. Очень сплоченно, очень, вот как по-олимпийски, да, вот как задумал Кубертен еще олимпиаду, именно сплочать и объединять спорт. Это дух, дух всего мира. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо, что вы со мной. Колокольчик, комментарий, надеюсь, будет много тоже. Люблю вас. Это был репортаж Маш. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА